Как отличить оригинальные исследования? Вот не оригинальные, они так уже просто, потому что и обращаясь к практике, и обращаясь к суду, я очень знаю, вам обнаружил, что в них накопилось довольно много неятостей и противоречий, которые могут, естественным образом, толкнуться по-разному, и не очень понятно зачастую, каким образом это решать, потому что и само понятие энциклопедии может восприниматься различными участниками и читателями в вызывать свои собственные ассоциации с тем, что должно быть, тем, что полезно и тем, что воспаленное. Даже с этим, что павшим на конференции, я думаю, что уже создалось впечатление о том, что многие желали, в том числе и не самых крупных участников, но достаточно компетентно в своей области, видеть в виде как раз то, чего в ней по действующим правилам достаточно сложно увидеть, либо, по крайней мере, ну, либо вообще не могут. Если мы обратимся к действующим правилам в абординатных исследованиях, то уже обитарный комитет довольно давно отметил, что ассоциативный отряд противоречил к устаревшим положениям, которые труднее его практические использования. В то же время, если начать рассматривать историю его принятия и обсуждения, обнаруживается парадоксальная ситуация. Мы видим, что некоторые важные ангелировки появлялись там практически случайным образом, в то время как тема ангелировки принятия того, как можно спраждаться важными обсуждителями за причем синтез необытного материала, служащего для движения той или иной позиции. Здесь грамматическая ошибка в том, что у меня синтез необытный материал, всегда служащий для продвижения позиции. Потому что если мы будем говорить о материале, то, в общем, продвижение позиции, то такого материала вообще-то большинство, и на основании этого буквального вложения нет еще правил, в данном случае, как минимум, была эта статья. И это, в более же грабцу, явно, не вызывает сомнения, что грамматическая неточность, хотела сказать нечто иное по поводу анализа интенсивности, не должен продвигать какую-либо позицию слоя дружей на крайней точке зрения. Например, для рубежа также присутствуют правила на том, что допустим военнальные обзоры и обобщения, но не новое заключение в рождении не было, и вывода. Здесь, соответственно, возникает проблема, не может не сам оригинальный обзор подтолкнуть к каким-то новым заявлениям, утверждениям или выводам, которых не было услышан. Довольно уже давно. Участник-базатель предложил новый вариант правил, в соответствии с изменениями глуанкистской интеллизии, но после этого активного обсуждения, так этот вариант не поступил в силу, потому что, допустим, не указано, что этот очень существенно может осложнить работу над статьями. И действительно, мне тоже кажется, что если вы хотите просматривать статьи, то вам обнаружено, что огромное количество в том числе и хороших избранных в полной мере не соответствует возможности претензиям, если на самом деле жёстко подходить к понятию регионального синтеза, трактовать его в том плане, что вообще ничего нельзя писать, если это нельзя подтвердиться, буквально, как и срок, нельзя подтвердить каким-либо авторитетным источником для него. Таким образом, вполне актуально разработка нового правила, которое будет по крайней мере некоторые спорные ситуации решать. Хотя все могут видеть эксперименты в законотворчестве, и, разумеется, никакое правило не может быть настолько подробно, чтобы описывать все возможные ситуации. Могут некоторые решили указать некоторые пути их разрешения. Итак, вот тезис у меня, возможно, подтвердивающийся. Первый тезис, хорошо известный, давно провозглашённый, что и характер, и объём изложения, и установка материала, не говоря уже о конкретных сценах, должны строго следовать тому характеру и объём изложения, которые встречаются, прежде всего, у треничных и у вторичных тренинговых использователей, и минимально использовать период. Одно. Здесь нужно учитывать, что у каждого источника есть своё предполагаемое относительно института читателя, то есть предполагаемые круг читателей, на которые рассчитывается данный текст. У треничных источников — энциклопедические, у треничных источников образования, например, пулявых энциклопедий. У вторичных источников таких оставьевную научную врунальду, у вторичных источников таких, как «Публикация у юрналиста» у каждого из этих источников свой круг читатель. У теперь мы их круг читателей вловлю максимально сроки. И, в принципе, желательно, чтобы она удовлетворяла потребность максимально считать и внук, кроме тех потребностей, которым явно образом поступает противоречие с правилами Wikipedia и тем самым могут удовлетворены. В порядке. Во-первых, в предтак образовательной функции Wikipedia, о которой так уже много говорилось, и не только на этой конференции, в порядке, например, не только приводить какие-то факты, максимальное количество в разных мнениях, например, в некоторых случаях бывает болезнь инистративного материала, который помогает выяснить, что имеется в виду, чтобы встать им на самом деле не было скучно, чтобы не толкнуть его ответ в течение. Поэтому, если мы будем говорить, что привычные источники вообще нельзя используются, то мы можем лишиться инистративного материала, особенно для плохо изученных тем. Конечно, для хорошо изученных тем всегда можно найти немножко поиска, то, что изнательный материал, который уже принесён из точки. Но если он будет строго следовать этому правилу, получится, что в малой тушке темах либо вообще ничего невозможно найти, либо это будет копирование какой-то давно заеханной цитаты, которая, может быть, нас случилось уже. Знакомы все вычитатели. Дальше. Если мы говорим о правилах инистративных в том числе, в новой редакции говорилось, что его нужно толковать в тесный взаимосвязь с правилами нейтральной . Хорошо известно, что все утверждения википедии должны продаваться не как общеписные факты, если они, ну, если они утверждаются самым делом в чём, то есть, например, как утверждение со слов «третий крипт». Если в источнике будет сказано, что… В изнаночной статье, например, будет сказано, что нам предоставляется, что мы убедительно доказали тот и тот на основании таких документов. Скорее всего, википедии мы не можем заявить, что учёный Сидоров убедительно доказал, что испарка предполаганных крипт, это тот. Скорее всего, в статистент газета придётся переписать эту фразу, что учёный сильнёк утверждает, основывая на таких аргумент, что он пришёл к такому-то штуку, к такому-то уровню. Затем можно привести другой источник, который пришёл прямо к предположенным выводам, даже если первоначальный источник на правильную статью не ссылается, ему по нежеланию или потому что она вышла позже. Таким образом, само по себе переписывание, скажем так, сознательное источник в косвенной речи может привести к созданию таких текстов, в которых нет параллели в имеющихся источках по теме, по крайней мере, слишком древесодержательности вставления. Например, иногда очень заманчиво бывает какое-то пробление изложить таблицу аргументов. То есть вместо того, чтобы долго и подробно перечислять мнение по данному вопросу, там, про защиту твоей конца или противоположной ней конца, с указанием научных рейка и степеней, которые сразу надо достаточно сложно читать, в этом заманчиво изложить в виде таблицы аргументов. Таким образом того, что количество аргументов приведённых к защитной позиции достаточно плотно состоило с формальным количеством публикаций, потому что одни повторяют какие-то аргументы фактически, причём на эти аргументы дали больше аргументы с позиции сторонников другой концепции, а сторонники другой концепции, например, может быть небольшое количество аргументов, но достаточно гибрид и таких, на которые в первой концепции ответов в основных не дали. Действительно, создательного получится текст, который, может быть, не будет иметь, если тема недостаточно разработана, и там нет действительно подробной историографии, то у нас получится текст, который именно потому, что он последовательно применяем на МДЗ. А невозможно сказать, что все источники авторитетные, следовательно применяют на МДЗ, но не авторитетные источники действуют как раз прямо против половины целей, с целью пропаганды какой-то концепции. Может быть, это относительно мягкие искажения, возможно более грубые, но действительно не секрет, что даже, особенно в гуманитарных науках, ученые довольно часто находятся под воздействием прямым или последовательным каких-то язвотических концепций, иногда подсознательно, иногда вполне осознательно понимают, как это происходит. Поэтому, действительно, во-первых, необходимо делать право применять исследование с учетом нейтрального точки зрения. То есть, даже если не можем утверждать, что переписывание источников изложения является оригинальным исследованием, если в результате у нас получилось, если буквально изложение идет с учетом нарушения интуиции. Понятно, что конкретно конкретных ключей нужно найти баланс между этими правилами. Здесь уже вопрос интуиции. Нахожусь здесь консенсусу, нужно, по крайней мере, помнить об этом следу. Следующий интерес. Есть мнение, что первичные источники легче сказать, чем вторичные. Действительно, первичные источники, как правило, больше, чем вторичные. И трехсторичные источники содержат выжатые, ну, иногда бывают, на самом деле, противоположные ситуации, в том же деле по некоторым историческим темам, когда первичные источники потом уже любят совершенно минимальное количество. Интерпретаций же очень много, и одни интерпретации базируются первичные источники, а другие интерпретации очень далеко от того, что это вторичные источники. То есть, вообще говоря, желательно, конечно, чтобы в каждом что-то считать для них, при привлечении какого-то вторичного источника, его не сопровождать таким формальным источником на авторитетном академике, как он все считает, а в таю, а какой-то не так много, заражает ему иначе. Также надо понять своих каких оснований. Ученые делают эти инженеры, которые выясняли, конечно же, так и предназначенную, что у них есть коверный и отвод, которые люди находятся на авторитетном стежке его и выясняли, которые они не так hiveять вероятны в том, которое будет новое, что они ими, и я не верю, что они не то связали на авторитетном... – это некоторое, которое не так звучит, и почему они не так звучат, а вы думаете. И эти бесприяты не такие высокие аспекты, что они не могут прележать из них. Запросить источник на каждое слово, потому что покажите, например, где используется, почему в мире три слова на один том, где используется какой-то. В принципе, любой участник владеющей темы может свободно излагать материалы, если он более-менее знаком. То есть вопрос о конкретной выборотоминологии, например, и того, почему участие в выборотоминологии источники, как бы очень часто, может остаться за кадром, потому что не требуется же при написании статьи, как говорится, алкогенизировать ту процедуру, с помощью которой вы ее написали. Как правило, вопрос обоснования каждой фразы и каждого пункта статьи, по-моему, приближается к вопросу создания искусственного интеллекта в полном объеме, потому что расписать процедуру выбора всех источников и антураса, и, соответственно, всех источников, которые автор не посчитал бы привести, будет намного, как все это обоснование, может намного превышать по объему саму статьи, при каждой фразе, например, указать, из какого словаря вы взяли переговоры, почему вы решили, например, выбрать один источник и не выбрать другой. Все это, рисуя как правило, интуитивно, и остается за кадром, если участник предметники предлагает коллегам только речь результат. Если не доникает спор, то все это уже попадает в кадр, и начинаются длинные с классической дискуссии, по поводу которой 50 лет, может быть, будет посвящено обсуждению отдельного слова. Но, во-первых, здесь нужно будет помнить, что в конечном счете статьи википедии являются порческие работы, потому что по той простой причине, что если бы можно было одно статьи википедии, как правило, порческие работы, а простой компиляцией, у нас не было бы многих проблем с авторскими правами, для реального текста и свободными, нужно было бы дать свободные лицензии, потому что свободные лицензии нужны как раз для текста охранять по авторскими правами, а большинство текста википедии, по моему убеждению, вполне должны охраняться авторскими правами именно потому, что они в той или иной степени являются творческими и не антиритмизированы до конца процесс. Можно, конечно, в порядке эксперимента взять какую-то коровую статью, попробовать ее антиритмизировать. Все обоснования с позицией, например, в верхности изложения, да, кто вы верите, что это в порядке эксперимента возможно. Но вряд ли допустимо, как обычный критерий работы, потому что даже автор научной статьи вряд ли может обосновать до конца по пунктам, почему он выбрал ту или иную манеру изложения. Ему могут, например, задать вопрос, почему сказать так, а не иначе, но потребует обосновать по пунктам, почему он сказал не на это, почему, соответственно, не отбросил все остальные источники, которые не пишут о нужном использовании, но, честно говоря, это практически не реализуемая рекомендация. То есть, если дискуссия сводится к тесте, докажите, почему вы так сделали, соответственно, когда не предлагаете альтернативу, а мне кажется, что нужно сделать иначе, если вы не предлагаете альтернативу, как-то бывает в обсуждении хороших нюансовых статьй, то обсуждение может получиться достаточно конструктивным. Если же начинается требование по принципу «докажите, что нужно именно так и все остальные варианты неправильны», то, честно говоря, обоснование можно, конечно, примерно, но иногда бывает, что…